Привет! Это инспектор ЗОЖ в Петербурге. И, похоже, мы нашли лучший уличный спортивный кластер в нашем городе. Давайте проверим это. Слышите? Абсолютная тишина. И только где-то вдалеке промышленные звуки. Как будто я попал в фильм Андрея Тарковского «Сталкер» по книге Стругацких. Это Ивановский карьер. Здесь долгое время добывали материал для фарфорового завода. Вокруг этого Ивановского карьера, где, в общем-то, немного домов, построили такой спортивный кластер, которому позавидует любой центр города. И не только Петербурга, но, возможно, даже и Москвы. Давайте смотреть. Как и в «Сталкере», жизнь здесь начинает бить ключом только тогда, когда здесь появляется человек. Например, с баскетбольным мячом. Мы уже инспектировали баскетбольные площадки и знаем в этом толк. Поэтому проверить на качество это кольцо не будет составлять никакого труда. Щит маленький. А вот кольцо прекрасное. Есть сетка. Оно прочно держится. И вообще на этой стрельбольной площадке одно удовольствие играть в баскет. Кольцо на 5 сантиметров ниже, чем положено. Но это допустимо. Это балансир. Здесь можно почувствовать себя Джимом Моррисоном после записи первого легендарного альбома группы «Двери», когда он по прошествии записи ходил по высокому забору студии «Электро», но не упал и выжил прямо как я сейчас. Это многофункциональный тренажерный зал на улице. Я думаю, мы опробуем все, что здесь есть. Что случается, когда в Россию приходят монголы? Что случается, когда в Россию приходят немцы? Все мы знаем. И в том и в другом случае. А что бывает, когда в Россию приходят датчане? Получаются вот такие вот прекрасные снаряды, на которых можно заниматься. Дело в том, что все вот это сделано по датским технологиям. И это очень качественно. Я так понимаю, что площадка эта предназначена для самых разных возрастов. То есть даже мой взрослый вес это тоже все выдержит. Но лучше здесь, конечно, скалолазать детям. Вот именно здесь. Турник. А на таких вот снарядах Алексей Немов шел к своей олимпийской золотой медали. Хорошо согревает. Сейчас 0 градусов. И вот эти тренажеры незаменимая вещь для того, чтобы привести температуру тела к нужному градусу. А вот это сложно. Честно скажу, я впервые в жизни прошел подобную штуку. И мне зачет за это. Множество нестандартных тренажеров. И на каждом из них написана инструкция. Как использовать тот или иной тренажер. Здесь же можно отрегулировать вес. Все сделано очень технично. Я надеюсь, зимой это не замерзнет и не превратится в бесконечный лед. Да, нормально. Наркотик тянет. Так, тут видимо надо вот так вот. И до самого конца поднимаем как тяжело атлет. А это лыжи, да? Биатлонный тренажер. Да, это такая крутилка. Нет. Это степ, по-моему, да? Степ-тренажер. Простой. Это, видимо, для фитнес-аэробики или как-то так это называется. То есть прыгать можно, наступать. Степ. Идем дальше. Так вот, таких датских площадок в городе становится все больше и больше. Они появляются в разных районах. Я уже на самом деле был, наверное, на пяти или шести подобных. В том числе у нас был выпуск про набережную Южной дороги. И там как раз такая же датская площадка. В инспекторе ЗОЖ мы оцениваем физкультурно-спортивные объекты по пяти параметрам. Доступность, оснащенность, комфорт, вовлеченность людей и общее впечатление. И вот насчет оснащенности. Казалось бы, все здесь классно, новенькое, чистенькое, хорошее, все работает. Но где туалет? Холодно, и поэтому очень хочется. Приходится делать это там, на фоне вагонов, где, кстати, можно заниматься не совсем спортом, но стрит-артом. Я пойду заниматься не стрит-артом. Посмотрите, что случилось только что с моими ботинками. Так, я уже поставил оценку за оснащенность, поэтому за оснащенность все-таки 3 балла. Если человек хочет зайти в туалет куда-то за окол и попадает в болото, я же мог утонуть, то это не совсем хорошо. И ладно я, а пятилетний ребенок. Он утонет там по пояс. Придется вытираться и идти дальше. Это рампарк. У меня никогда не было опыта пребывания на рампарке и использования возможностей рампарка. Поэтому я ничего про это не знаю, но попробую. И, кстати, мне кажется, я немножко ошибся, потому что с оснащенностью именно здесь все в порядке. Из-за оснащенности я ставлю 5 баллов. А вот за комфорт, из-за вот того, что со мной случилось, я поставлю 3. и это еще будет оценка очень великодушного человека. Со мной сейчас детский самокат для трехлетнего ребенка. Я попробую скатиться с этой горки. Нормально. Ну что, будем брать высоты покруче? Нет, это будет... Это будет без меня. Не знаю, что скажут экстремалы и BMX-еры. Давайте спросим у них, как им этот рампарк. К сожалению, их здесь нет, поэтому спросить не у кого. Поэтому за вовлеченность людей мы ставим всего лишь 2 балла. В предыдущий раз, когда я был здесь с разведкой, занимался один парень на самокате, делал трюки. Но всего лишь один. А была прекрасная погода и было гораздо теплее, чем сегодня. В этом, конечно, проблема, потому что мы видим огромную территорию Ивановского карьера, и вся она украшена этими спортивными объектами. Но проблема в том, вы видите за моей спиной большие многоэтажные дома? Вы видите возвышающийся Парнас, Мурино? Что там у нас еще есть? Нет? А кому здесь заниматься? Только людям, которые живут вот в тех небольших домах, а домов здесь немного, и приходят откуда-то издалека. Нет, это прекрасно, что здесь сделали такую классную уличную площадку. Но давайте тогда везде делать такие площадки, и это будет классно. Вот здесь на скамеечках можно наслаждаться видом. Еще есть ухоженный понтон. Точно для таких же целей. И самое интересное, три мусорки, редкость в Петербурге. Я стою между двух философий. Велосипедная дорожка и беговая дорожка. Вокруг всей этой территории можно ездить на велосипедах, самокатах, электросамокатах, беговелах. И, конечно, бегать, совершать утренние пробежки, а также гулять с собаками, что мы сейчас и видим. Это удобно и комфортно. Рыбалка – это тоже вид спорта, причем один из самых древних наряду с охотой. И здесь, как мы видим, рыбалка развивается с помощью людей, которые здесь присутствуют. Здравствуйте! Вы давно здесь рыбачите? Есть ли они? Я в основном в Невской акватории. А сюда приходите часто? А здесь живу недалеко, вот поэтому прихожу. Сейчас мне карьеру очистили. Да-да-да. А рыбы там есть вообще какая-то? Сказали, что запускали. А кого, карпов? Карпа запускали. Карасья запускали. Говорят, в 2014 году запускали 200 карпов сюда. Их уже, наверное, давно выловили. Ну, сказать по-честному, карп – он такая рыба. Хотя неприхотливая, но я что-то здесь не слышал, чтобы карпа ловили. А вы какую самую большую рыбу здесь поймали? Здесь? Самая большая у меня где-то, наверное, яйца на полтора килограмма. А зимой как? В центр идете, там прорубь делаете? Прорубь и везде делаю. Потому что он и не задыхается, карьер. В других местах карьера задыхаются. Рыбе не хватает дышать. А здесь за счет чего держится? Из-за того, что внизу родники бьют? Здесь еще бьют ключи. Да, бьют ключи. То есть вода чистая должна быть? Вода чистая здесь. А это же совсем недавно, да, здесь сделали вот эти спортивные площадки? Это вот начали делать месяца 4-3 назад. Но вы как это оцениваете? Вроде хорошо все сделали. Благоустроение нашего микрорайона. Карьера. Вот я не знаю, как они очищали карьер или нет. Но я видел, что покуда стрела шла... А это как стрела? Это что такое? Краном вытаскивали всю срань, которая была там до нас. А сраньи много было? Ну. А что оттуда? Хоть трупов не было? Никогда нет. Никогда не чистили. Никогда не чистили карьер. Но надо когда-то начинать. Да. За все время, что я здесь живу, с 84-го года, его ни разу не чистили. С 84-го, это прям как в романе Джорджа Орвелла. Но 84-й год я здесь, как говорится, переселился с правого берега. Но с тех времен вообще что-то изменилось? Ну что изменилось? Раньше были эти самые времена. А теперь мгновение. Дальше я не буду продолжать. Сам, наверное, не знаю. Да, четверостишья известная. Вот и все. Чувствую себя здесь очень одиноко. Только железки. И человек. Но железок много. За моей спиной еще уличные тренажеры. Пора выставить оценку за доступность. С одной стороны, кажется, что людей здесь нет, потому что это место реально отдалено от городской цивилизации. Но мне видится в этом и какой-то ностальгический, романтический плюс. Ты приходишь сюда, и время как будто останавливается. Можно побыть с самим собой, потренироваться, пообщаться с рыбаком. И выставить неожиданные 4 балла за доступность. Пикник на обочине – хорошее определение этому месту. И общее впечатление, несмотря на все минусы, которые мы здесь увидели, благоприятное, хорошее. И я бы даже сказал, отличное. Я бы хотел сюда вернуться еще раз. И, не знаю, поностальгировать о сегодняшнем дне. Поэтому я ставлю 5 баллов за общее впечатление. Мы еще не сказали о лодочной станции, которая здесь находится. Это даже не станция, а тренировочный комплекс. То есть дети, взрослые, подростки могут вот в этом водоеме учиться управлять различными водно-моторными средствами. А на этом мы завершаем инспекцию именно спортивной части этого места. И общая оценка – 18 из 25. Я считаю, это хорошая оценка. Возможно, это все-таки не лучший спортивный кластер в городе, но он к этому стремится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok